Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня предлагаю прокатиться от города Алматы до города Усть-Каменогорск. Это у нас получается восточный Казахстан. Приблизительно надо будет проехать тысячу 50-100 километров. По времени займет точно не знаю сколько, но как минимум часов 12. И то, если там будет дорога уже более-менее сделана, отремонтирована, или же по-новому там положили асфальт. Вот слышал, что данную дорогу ремонтируют. Знаю, что ее уже как бы закончили до города Алматы-Усть-Шарау. А что там дальше происходит, вообще не имею понятия. Так что предлагаю посмотреть и увидеть это. До города Усть-Шарау мы уже недавно ездили. Ездили купаться на озеро Алаколь. Про это есть уже отдельное видео на канале. Так что в этом видео до города Усть-Шарау я постараюсь вставить самые такие важные моменты. Вот. А дальше уже после Усть-Шарау я уже давно туда не ездил. Последний раз, наверное, там катался 10 лет назад. Сейчас в каком состоянии и что там происходит, не знаю. Талат-Курлан 214, Усть-Кемен 1034. Сейчас все еще едем до города Кунаев. Между Алматы и городом Кунаев вот такая автомагистраль. По три полосы движения. Ограничение 140 км в час. Добрались до города Кунаев. Утром в Алматы было 18 градусов, а здесь уже 25 градусов. Сейчас 6 утра. После города Кунаев дорога становится две полосы в каждом движении. Есть вот такие знаки о том, что дорога платная. В целом Алматы-Кунаев тоже дорога платная. И до Талат-Курлана тоже дорога платная. В будущем хотят сделать полностью платную дорогу до города Усть-Кемен. Добрались до области Жит-Су. Это новообразованная область, выделенная из Алматинской области. Говорят, что Жит-Су область находится в старых границах Талат-Курганской области. Несмотря на то, что дорога платная, в области Жит-Су встречаются вот такие вот неровности, ямы. Талат-Курган 90, Усть-Кемен 915. Вот такая вот арка на въезде в город Талат-Курган. Но в сам город мы, по сути, не заезжаем. Сейчас уйдем по объездной дороге. Вот тут прямо вот на светофоре направо и по объездной. Здесь вот есть АЗС, потом на выезде тоже есть АЗС. Так что без бензина не останетесь. Есть 92-й, 95-й, дизель. Вот, Усть-Кемен направо, 815 километров. Талат-Курган прямо, 1 километр. Заехали на новую трассу, которую относительно недавно только открыли, можно сказать. В целом по ней уже катались до города Шарал. Дорога хорошая, везде асфальт. Но пока еще не везде успели сделать дорожные разметки и правильно поставить дорожные знаки. Также, конечно, встречаются разные камеры, странные знаки. Также есть временные знаки, которые типа будто идут какие-то работы, но по факту ничего такого нет. Вот, сегодня прокатимся, посмотрим, есть ли какие-то обновления. Пока что дорога будет вот такая, по две полосы движения в каждом направлении. И потом уже будет по одной полосе всего лишь. В Искимен 759. Алматы, Капау. Знак фото-видеосъемка. В этом месте две полосы становятся одной полосой. Вот так вот дорога сужается. Это после поворота на Лепсе в сторону Балхаш. Саркан 23 километра, Айагоз 381, Искимен 686. АЗС вблизи города Саркан. По пути также видели заправки газом. Есть бензин, есть топливо. А вот заправок для электромобилей не видел. Конечно, Абсолютно. Сарканär. Саркан! Саркан. С левой стороны аэропорт города Шарал. Где-то вон там, в той стороне находится сам город Шарал. Сколько получается из Алматы до Шарал добрались за 8 часов. Сейчас здесь будет небольшая развязка, точнее она строится. Мы поедем, заправимся и поедем дальше в сторону аула Таскискен. То есть поедем дальше по трассе на Уске-Многорск. Здесь вот еще идут ремонтные работы, идет строительство развязки. Видать будет полноценная развязка большая. Асфальт кладут, мост подняли. Есть заправка Royal Petrol, дальше вижу Cazacoil и еще какие-то заправки есть. Показывает, что есть 92-й, 95-й дизель. В прошлый раз, когда мы приезжали, вот неделю назад, здесь 95-го не было. Тут вот кафешки есть, магазины тоже есть. Заправка, конечно, жесть старая. Один шланг на две колонки, очередь огромная. Также еще водители говорят, что есть какое-то ограничение на 92-й бензин. Типа 20 литров отпускают. Но здесь на Cazacoil заправили полный заправок 28 литров. Здесь вот есть знак дальше на выезде семей налево. Нам как раз в эту сторону. Если прямо ехать, дальше Ушарал будет. Мы уйдем на семей. Посмотрим. Надеюсь, там дорогу делают и дорога нормальная. В целом, кто вот ездил туда по этой дороге, на Алаколь, на ту сторону, сказали, что ремонт идет. То есть, ремонтируют, дороги делают. Но, как видно, что не везде, видать. Это мы сейчас только что заехали на старый участок. Вот. Уезжаем с этой локации. Здесь вот кафешки есть. Здесь вот что-то строят большое, кстати говоря, прям. Может, гостиница в будущем появится. Да, активное строительство идет. Может быть, какая-нибудь большая парковка с гостиницей. Вот такие вот есть кафешки, магазины. Туалет есть. Камеры висят вот такие. Вот такое вот есть. Ну что же, на данный момент я вижу только старую дорогу. Это вот она вся в ямах, раздолбанная, в неровностях. Вот. Вижу старый мост. И где-то вон там, с левой стороны, идет новая дорога. Видимо, мы потихоньку на нее должны выйти. Там вот в речке кто-то машину моет. Вот такая вот небольшая речка. Вон там, видимо, новый мост, новая дорога будет. Вот. Потихоньку выезжаем туда. Если честно, по этой трассе давно уже не ездил. Последний раз, наверное, лет 10 тому назад. Вот. Тогда она еще была более-менее. Конечно, была такая подразбитая. Уставшая. Но в целом помню, что из Усть-Кемена до Алматы как бы нормально добрались. Так, вот тут. Выезжаем на новую дорогу. Отлично. Отлично, отлично. Это радует. Вот. Видать, просто из-за того, что развязку еще не открыли, там, где мост приходится объезжать. Вот такая вот на данный момент дорога Алматы-Усть-Кемена-Горск. На данный момент дорога всего лишь по одной полосе движения в каждом направлении. Расширять до двух полос, видать, не планируется. Но видно, что асфальт давно уже положили. И еще не успели даже разметки сделать. Но почему-то местами люди едут 80. Не знаю, зачем. Ограничение 40. Впереди вижу уже первый съезд, первый объезд будет. Да, а мне говорили, что дорога полностью асфальтированная. Надеюсь, как бы дальше будет тоже вот так же без объезда. Вот стыки, как говорится. Видите, старая дорога, новая дорога. Или это старые асфальты, новые асфальты. Да, здесь вот идут ремонтные работы. Объезд первый. Вперед, как бы, прямо проезд закрыт. Айналы будет. А так видно, что там дальше тоже асфальт лежит. Объезды здесь не асфальтированные. Но в целом ехать пойдет. Пойдет. Неплохо. Вот. Если вы смотрите видео сначала, то заметили, думаю, что от Алматы до Шарал дорога отличная. Полностью асфальтированная. Осталось только доделать разметки и поставить везде нужные знаки. Вот. А здесь, как видите, до сих пор есть объезды. Идут тоже какие-то строительные работы. Дальше, не знаю, как будет. Посмотрим. Впереди какие-то знаки ты видишь. Впереди какие-то знаки ты видишь. Тоже ремонт, да? Да, такой. Тоже не асфальтированные. Встречаются камни. Острые. Но такое ощущение, будто еще его посыпали песком. О, машины катаются без номеров. Снова возвращаемся на асфальт. Да, из-под машины летят камни. Видно, что здесь вот тоже новый асфальт. Черный до сих пор. По всей видимости, очередной объезд. Да, так и есть. Да, уж, конечно. За последние, сколько, 15-20 минут, три объезда уже. Впереди, вон там, вдали вижу асфальтовый укладчик. Видать, кладут, так скажем, очередной слой асфальта и закрыли дорогу. Третий объезд вроде как длиннее и похуже состоянием, чем предыдущие два. Здесь очень много неровностей и ям. А вот и асфальтовый укладчик. Да, и вправду, работают. Работа не стоит. Вроде как возвращаемся обратно на асфальт. Что не может не радовать. Дорога новая, но уже есть ямки. Есть неровности, что очень огорчает. Надеюсь, здесь тоже пройдутся и тоже, как говорится, появится новый слой асфальта. Вот, уже минут 15 едем. Отличная дорога в целом устраивает лучше, чем объезд. По пути можно встретить временные знаки. Ограничение 50-40. Впереди вижу какой-то мост над железной дорогой. Есть вот такой знак 20. Неровности на дороге. Ох, переход асфальта нового на старый. Или одного уровня на другой уровень. Поднимаемся на мост. Ограничение 50-40. да это железная дорога с правой стороны видать завод видимо временный завод сделали чтобы здесь строить дорогу да да грузовики ага да да копают что-то перевозят что-то делают вот будущем тоже вдоль дороги будут места для отдыха вижу вот эстакаду сделали это видимо будет такой съезд туда да вот островок безопасности эстакада стоит пока что туалет а там чего-то еще нет местами можно встретить как растут подсолнухи а вот с левой стороны тоже есть от дороги место для отдыха мусорные баки переполнены вдоль дороги встречаются вот такие вот насыпи видимо будут обустраивать обочину очень конечно печалит то что дорогу как бы еще официально не сдали в эксплуатацию да в плане ее официально еще не открыли они объявили о том что ее закончили но на ней уже много неровностей по пути есть вот такая локация вышки связи стоят какой-то старый объект видимо еще старый азс был направление куда-то есть актогай 85 километров такие вот старые здесь здания заброшенные в сторону актогай вот такая вот дорога не знаю она полностью асфальтированная или нет никогда там не было а здесь вот с правой стороны у дороги есть подтопленные места или может быть откуда-то вода идет или может быть вот это все зеленое это типа озеро или болото так как если смотреть по картам то как бы здесь не только озеро локоль находится но вблизи него как бы есть целая система озер так приближаемся к какому-то знаку видимо мы покидаем жецу область а о и вправду да вот знак жецу область а мы сегодня утром заезжали со стороны алматинской области и если по логике судить то это уже область восточно-казахстанская ранее да но с недавних пор восточно-казахстанская область тоже поделилась и теперь есть еще абайская область административный центр является город семей я так думаю мы уже в абайской области только что вот заехали есть вот такой вот плакат реконструкция от курлан колбата в иске мин мост вот с левой стороны тоже зелень да по всей видимости здесь вокруг вода я почему-то подумал что что-то выращивают но по всей видимости это вода или болото но по всей видимости это вода и в целом вообще по дороге очень мало знаков здесь вот обочину ровняют там вот что-то отсыпают тоже что-то выравнивают появились вот такие вот деревья вдоль дороги там впереди тоже вижу еще немножко деревьев но если честно очень мало мест где можно остановиться и отдохнуть уже кажется где-то примерно час едем то есть не азэс не кафе ничего нет и магазинов нет да походу фура перевернулась так вдали вон там с левой стороны холме вижу тоже разработку какого-то месторождения может быть тоже добывают какие-то материалов для дороги дорога очень радует пока что больше объездов не было о видимо это место для отдыха да здесь есть парковка вот машины стоят арбузы продают видать есть какой-то кафе но без надписей едем дальше за долгое время полиция появилась прикольно у них здесь на крыше совсем другие камеры такая прям огромная бандура стоит интересно что здесь грузовики катаются 12 регион это вроде как ахтау мангсталовская область видимо они здесь тендер выиграли и работает строительстве так это вот номера россии так вижу какие-то указатели какой-то съезд вижу интересно то наш не наш непонятно налево съезд ух здесь прям кусок асфальта отрезали да вот бахта направо уходит кажется это нам туда надо сюда можно ехать нельзя что-то туда ушел что-то непонятно там наверное случайно короче говоря заехал на асфальт вот алакульку или 222 уржар 76 нам туда думаю вот всех направо отправляют здесь тоже видимо будет какая-то объездная дорога или а здесь будет этот развязка будет здесь видите развязку строит дорогу закрыли поднимают мост так а мы сейчас здесь будем уходить уже в сторону ржар 76 километров а до алакуль еще 200 ехать в целом смотрите там по новому асфальту он машина поехала видать все же можно там проезжать он видите так вот налево туда налево семей с темен на повороте в сторону жар и выржарского района это получается сторону восточного берега озера алакуль строится развязка дороги здесь перекопаны во всю идет строительство вот тут поставили мост уже через мост даже кажется открыли проезд ранее он был закрыт вот алматы а3 а я гос а3 вот налево алматы и направо а я гос вот здесь возводят новую развязку эти строительства асфальт уже здесь лежит это радует едем дальше здесь вот после поворота на аэржар есть кладбище потом есть старый азс который не работает и вон там впереди вижу знак казакойл есть и видимо есть кафешки есть знак парковки по всей видимости здесь тоже уложили новый асфальт вот азс вот на азс желающих заправиться очень много также вдоль дороги продают рыбу есть вот такие знаки временные десятками в час ограничения с правой стороны дороги здесь поднимают тоже уровень видимо будут делать обочину или же может быть какое-нибудь расширение может быть По всей видимости, впереди будет объезд. Да, точно объезд. За долгое время объезд неасфальтированный. Напомню, что мы находимся в области Абай. Абай область. Какой ужасный объезд. Весь, знаете, в таких маленьких-маленьких ямках. Неужели нельзя нормальный объезд построить? Так, все еще едем по этому объезду. Его хотя бы поливают, это радует. В этой части объезд стал комфортнее. Как видите, поток здесь нормальный. Машин много, также катаются фуры. На секунду обрадовался, думал объезд заканчивается. Но кажется, нет. Видно, что здесь вот слой асфальта положили. А, нет, смотрите, объезд заканчивается. Проехали примерно где-то 2 километра. И снова выехали на асфальт. Ура! Фух! Здесь будто бы тоже как бы лежит новый асфальт. Есть даже разметка, которая немножко стерлась. Я так понимаю, это новая дорога. И походу будут сверху у этой дороги еще делать слой асфальта. С левой стороны трассы здесь можно увидеть небольшие временные заводы по добыче стройматериалов для дороги. Надеюсь, это не финальный вариант дороги, так как дорога волнистая. Вот так постоянно. Большие, знаете, подпрыгивания есть. А так радует, что нет ям. Встречаются вот такие знаки на 20 ограничений. Видать, будет переход асфальта. Да. Поднялись на один слой выше. Впереди вижу очередной объезд. Схема объезда. Впереди дорога закрыта. Ограничение 5.20. На повороте 70. Интересно, конечно. Сперва надо 20 поехать, а потом 70 зайти и поворот. Так, объезд в целом вроде как тоже неплохой. Едем. Схема. 70 здесь ехать тяжело, но в целом 50-60 можно ехать. Офу-фу-фу-фу-фу-фу. Нет, что-то объезд испортился, слишком много неровностей. Машина постоянно подпрыгивает. И местами опять выезжаем на нормальный объезд. Видимо, кладут новый уровень асфальта. Из-за этого дорогу закрыли. Приходится ехать по объезду. С левой стороны там работает вот асфальтоукладчик. Ну, идут какие-то работы еще. А здесь вот, видимо, прошел... Ну, как это? Поливалка дороги. Чтобы пыльно не было. Кажется, за столько лет независимости Республики Казахстан это впервые идет, так скажем, такая крупная... Крупный ремонт дороги республиканского значения Алмата-Ускаминогорска. Да, кажется, этот объезд будет длиннее, чем предыдущий. Было бы неплохо, если бы они в начале объезда писали бы, сколько километров объезд. Чтобы хотя бы морально подготовиться. А то просто едешь, едешь, и не понимаешь, как долго тебе так ехать. Ну, в целом, 60 ехать комфортно по этому объезду. Так, кажется, выезжаем на асфальт, или что это? А, нет, показалось. А, нет, вот выезжаем на асфальт. Да, проехали примерно где-то 3 километра. Ого, здесь с правой стороны идет заготовка под, по всей видимости, новую дорогу. Или это новый объезд. Ну, похоже на новую дорогу. А так, в целом, здесь вот по две полосы движения достаточно будет. То есть, по одной полосе движения в каждом направлении. С левой стороны есть какой-то, видимо, старый этот, кафе, что-нибудь такое уж заброшенное. Ограничение 50, обгон запрещен. Пока что без каких-либо разметок других. Тоже идут какие-то работы. Техника работает. Да, на улице пекло. 34 градуса. Ой, я только заметил, что мы едем по новому асфальту. Прям вид такой, вид черный. Очень ровно едем. Красота. Ничего не скрипит. Так, а здесь, видать, уже немного старая дорога. Но тоже хорошая. Что-то вроде, знаете, после плохой дороги такая небольшая пилюля радости. Таблеточка. О, кто-то пошел на обгон. 18-й регион. Вокруг просто, просто какие-то холмы и ничего. Сдалека подумал, что очередной объезд. Но нет. Просто идут какие-то работы вдоль трассы. Техника работает. Благо, что, как бы, работа идет. Никто не стоит там. Это, кажется, вот так вот отсыпают обочину. Ограничение 50. Скользкая дорога. Поворот. Обгон запрещен. Только что проехали знак, что заехали в Аякуй-Заудана. Аякуйский район. Какая-то странная дорога. Непонятно, кто новая или кто старая она. Переход на новый асфальт. Тоже идут какие-то работы вдоль дороги. Что-то копают. Здесь вот тоже непонятно, какой-то небольшой, знаете, населенный пункт. Но без названия. Видать, буквально пару домов. И какого-либо статуса нет. И есть какой-то старый АЗС, кажется. Или это... А, нет. Типа старые магазины КАМС продают. Есть вот тут слева старое кладбище на горке. Едем дальше. На улице сегодня ветрено. Несмотря на жару. Грузовые из республики Беларусь. Здесь, кажется, транспортная полиция что ли работает. Непонятно. Да, похоже на то. Опа. Переход асфальта. И очередной объезд. Вроде это уже третий объезд. Так, ограничение 20. Идут работы. Обгон запрещен 5 километров. Кажется, кто-то в знак врезался. Слева вот такая растительность. Справа горы. Вон там. Объезд довольно комфортный. Неплохо едем. Продолжение следует... Объезд был не таким большим, где-то километра два. Снова выехали на асфальт. Здесь вот тоже какие-то строительные работы. Я думаю, это чтобы отвезти воду. Небольшие такие каналы. Идем на подъем. Видимо, тоже какой-то придорожный кафе. Здесь как-то непонятно, это старая дорога или новая дорога. Есть неровности, заплатки. Разметка какая-то уставшая. С левой стороны дороги есть лесопосадка, с правой стороны тоже. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Продолжение следует... Так, здесь вот очередной съезд. О, походу мы съехали на старую дорогу. С левой стороны строится новая дорога, а старая дорога, видать, проходит через какой-то населенный пункт. Можно заметить, что старая дорога выглядит вообще в ужасном состоянии. Если это даже въезд в ООО, то это тоже так себе выглядит. Ямы, неровности, заплатки. Даже разметок нет. Здесь даже обочина разбита. Здесь вот с левой стороны кладбище. А название населенного пункта пока что не знаю. Шенкожа. Населенный пункт Шенкожа. Вон там дорога аж уходит. Видимо, в будущем она не будет заходить в данный ООО. Грустно, что по ОООЛу такие плохие дороги. Или, может быть, после запуска трассы здесь отремонтируют дороги. А ООО тут небольшой, конечно. Да, дорога по ОООЛу вообще местами разбитая в ужас просто. Вот, видимо, центральная часть ООО. Здесь вот мечеть находится. Какая-то парковая зона. Беседки есть. Это, видать, здесь по пути по дороге. Памятник Шенкожа Батуру. Дорога, конечно, отвратительная просто. Местами даже страшно обгонять, потому что не знаешь, что тебя ждет на встречке. Какая яма. Здесь хотя бы заплатки есть. Вроде как уже идет соединение с новой дорогой. Вот, с левой стороны что-то перекопано. Ограничение 40. И вон там, кажется, будет выезд опять на новую часть. Да, вот здесь точно. Новая часть. А с этой стороны дорога еще делается. Асфальта нет. Вот, выехали опять на новый асфальт. Проезжаем какое-то небольшое озеро. Он находится в какой-то, скажем, котловине. Буквально на минуту был виден и все. В этой части, я так понимаю, это все же новая дорога. Она уже неровная. Волнистая дорога. Надеюсь, когда будут данную дорогу сдавать, ее будут тщательно проверять. Так, показывает, что нам еще ехать 30 минут до города Аягос. А потом еще от города Аягос до Гуискимен ехать 300 километров. По картам показывает 5 часов. По всей видимости, там тоже идут какие-то строительные работы. Продолжение следует... Снова новый участок дороги. Или просто свежий асфальт. Без разметок. А город Аягос не видать пока что. Даже никакого намека нет. Никаких дорожных знаков нет. Сколько осталось. Только если по навигатору смотреть. Так. А, точно съезд. Вот у тебя асфальт какой-то глаз, а? Сдалека увидел съезд. 20 и, да, и правда съезд еще один. Это получается, ну, пятый съезд. Видимо, раньше здесь проходила старая дорога. Есть вот асфальтирная часть. Но по обочине ехать лучше. Комфортнее. Потом, видимо, старая дорога уходит прямо, а мы уходим еще на один объезд. Здесь полили все. Радует. Объезд так себе. Выше 40. Сложно ехать. Есть неровности. И присутствует грязь. Кафе Миражи. Wi-Fi. АЗС Миражи. И, походу, здесь заканчивается уже плохая дорога. Точнее, объезд. И начинается Аягос. Вот кафе Маржан. Аягос. Колосна кошки линзер. Оказывается, Аягос пишется через букву Г. Я почему думал Аягос. Типа, ну, глаз. Оказывается, Гоис. Вот только что проехали знак Аягос. Но, я так понимаю, территориально город еще и сам не начался. Перед городом такая есть хорошая асфальтированная дорога. Сейчас пока что не знаю, как пойдет дорога. Будет ли какой-нибудь объезд вокруг города Аягос. Или же проедем через сам город. Но, как бы, логично было бы его, конечно, объехать, не заезжая в город. Дорога хорошая, широкая. По всей видимости, будет по две полосы движения в каждом направлении. Ох, ох, ох. Есть неровности уже. А вот дорога сузилась. Видимо, только там в начале такая дорога. В городе Аягос я уже был два раза. Один раз проездом. А второй раз заезжали, искали здесь гостиницу. Хотели переночевать. Не получилось. Что-то пошло не так. Не помню, что было. Но зато нашли кафе. Покушали. Погуляли по городу, по центру. И потом дальше поехали. Так, здесь вот, видимо, старый АЗС. Да, вон, то есть так. АЗС, вон, то есть так. Так, схема объезда. Очередной объезд. Только в какую сторону, что-то не пойму. А, вот дорога прям резко уходит направо. О, объезд что, асфальтированный? А, это, наверное, въезд в город, я так понимаю. А новая дорога пойдет туда, дальше, в объезд. Нет, что-то беспонтовый въезд в город. Вот это, асфальт закончился. Тогда не знаю, что это за дорога. Хороший асфальт закончился. Опять оказались вот на такой объездной дороге. Точнее, вот с левой стороны я вижу асфальт. Ну, а по обочине ехать приятнее, чем по асфальту. Да и там толком асфальта, кажется, нет особо уже. Если честно, непонятная дорога. Где асфальт? Аслан-дамхана. Видимо, тоже хоть старый АЗС. Так, вижу арку. Написано Аягус. Здесь на въезде есть камера дорожного движения. Куда-то дорога направо уходит. В сторону Тар-Багатай. А мы заезжаем в город Аягус. Это небольшой город. Как помню, здесь он частично военный город. Мне рассказывали, что это все из-за того, что вблизи находится граница Китая. Вот и надпись о начале населенного пункта Аягус. Стоим уже до переезда, пропускаем поезд. Пока что... Ну вот, заехали в город Аягус. Видимо, дорога проходит так. Пока что ни одного указателя не видели в сторону Усть-Камен или Усть-Каменогорск. Вот, сейчас будем уже по навигатору ориентироваться и поедем дальше. Получается, от развязки, которая уходила на Уржарский район до города Аягус, мы проехали за два часа. Расстояние проехали. Итак, вот мы покидаем границы города Аягус. Дорога сразу стала плохой, как говорится, как выехали. Проехали через город Аягус. Одна из улиц, получается, является... То есть, с той стороны начинается, и здесь прямо так же выходит на трассу. Здесь трасса строится, будет идти в объезд. Вот выехали на другую часть, с другой стороны Аягус. АЗС по городу особо не встречали, если честно. Но здесь на выезде есть вот, вижу, Гелиос. Сейчас заправимся и поедем дальше. Вроде как очереди нет. Как это было в Уржаре. Надеюсь, бензин все, как говорится, есть. Как положено. Да, Гелиос. Вот тебе и называется, и приплыли. Бензина нет? Дальше вижу заправку газом. Что за дефицит в этих краях? Так, решили ехать в Колбата. В целом у нас бензина хватает. В Колбата вроде тоже есть АЗС. Надеюсь, там найдем бензин, как говорится. Вот, счастливого пути, старый знак. И вот после Аягус начинается очередной объезд. Ну, вроде объезд поливает. В целом, смотрю, машины нормально едут. Вау! Да, конечно, видели лучшие объезды. Этот под конец что-то стал так себе. Здесь вот делают мост. И также еще асфальтируют дорогу. Вроде как уже заканчивается. Объезд где-то примерно 3 километра. Вот, я же говорю, да, заканчивается. Отлично. Выехали опять на новый асфальт. Держим путь в Колбата. Надеюсь, там есть бензин. На карте нашел, там есть несколько АЗС. Ну, и тем более, как бы, одна из, так скажем, главных дорог Республики Казахстан. Вдоль дороги должны быть заправки нормальные, где есть бензин. Вот над трассой летают какие-то охотничьи птицы, хищники. С правой стороны идет железная дорога. Идет вон там вот грузовой состав. Вероятнее всего, в сторону Колбата тоже. Не знаю, почему так или как это происходит, но вот на последнем АЗС, когда мы заправлялись, сказали, что это был 92-й бензин от Павлодарского НПЗ. И машина просто хорошо идет. Прям на 92-м бензине. Идет отлично. То есть, нет никаких вот этих рывков и так далее. А то, когда в Алматы заправляешься с 92-м бензином, бывают, ну, в плане, как-то машина работает неспокойно. А здесь на 92-м бензине хорошо едем. А говорят, в Казахстане нет разницы в бензине. Вот вдоль дороги сидят птицы, греются. На этой части дороги тоже имеются уже неровности. Наверное, будут делать еще верхний слой асфальта. Наверное. Такие вот строения есть. О, прикольно. О, прикольно. О, прикольно. Две разделительные полосы. Да уж. Типа какой ехать называется. Так, какие-то знаки. Видимо, стыковка с новым асфальтом будет. Так, кто-то сюда грязь завез. Стоят эти пасеки стоят. Прикольно прямо здесь. Интересная местность. Да, новый асфальт. Есть неровности. Снак 50. Небольшой мост. Дорога, что ли, уже стал. Разметок пока что нет. По такой дороге ехать одно удовольствие. Что-то там копают. Небольшой мост. О, какие хорошие стыки. Даже не почувствовали. Вот такое вот строение есть кафе. Впереди появились небольшие горы. Едем в сторону этих гор. Вот тоже здесь техника работает. Мы уже добрались до этих холмов. Мне кажется, они не так далеко были. Едем вдоль. Есть вот такие вот дома. Видимо, здесь находится какая-то железнодорожная станция. К сожалению, не получилось прочитать, что там на знаке написано. А знак, кажется, выгорел. Тоже идут какие-то строительные работы. Есть кладбище. Здесь вот тоже техника стоит. А, здесь, видимо, камни или что, землю вроде вытаскивают. Какой-то знак, что-то написано. Жарма Аудана. О, Жарминский район. Уже заехали, что ли? Вдоль трассы вот такие холмы есть. Деревья растут небольшие. А вдали вон там вижу какую-то вышку связи на возвышении. Машин пока что не так много. Видимо, очередной объезд. Населенный пункт. Дорога пойдет, видать, через населенный пункт. А новая дорога трасса пойдет в обход населенного пункта. Видите, заехали на старую дорогу. С левой стороны ушла новая дорога. Ее пока что не открыли. Хошки Лингзер. Где название ула? А вот Эшпиик. Дорога по улу видно, что старая. Кажется, делали новый асфальт, но он весь уже в неровностях. И без разметки. Походу, большие грузы ездят, как говорится, все продавили. Есть мечеть, футбольное поле. А, нет, это как детская площадка, что ли? Вся заросла. На выезде из-за ула есть какое-то тоже небольшое предприятие. Наверное, относится к строительству дороги. Тоже идет добыча полезных ископаемых. Вроде как обратно соединяемся с новой дорогой. Да, довольно такая, знаете, жуткая дорога была. Очень много неровностей, ямы. Вот, выезжаем. О, точно, новая дорога. Реконструкция. С левой стороны, видать, что-то добывали. Теперь там появилось небольшое озеро. С правой стороны, видать, где-то протекает река, потому что очень много зелени, деревьев. Также есть вот такое вот заведение. Наверное, кафе или магазин. Но здесь никаких надписей. Что написано? Манты, Вагман? А, все же... Короче говоря, кафе не написано, но написано, что продают. С левой стороны что-то растет, желтое, какие-то цветы. И с правой стороны тоже растут желтые растения. Прямо такое поле. Видно, что дикорастущие. Потому что на такое, знаете, типа спаханное поле человеком не похоже. Впереди также снова появились какие-то небольшие горы. А сдалека вроде как каменистые. Проезжаем какой-то железнодорожный разъезд. Несколько зданий вдоль железной дороги. 50 идут какие-то работы, но никакой техники не видно. Снова появились такие сооружения. Видимо, раньше, может быть, были какие-то придорожные сервисы. в данный момент выглядят заброшенными. Тулеген. Есть кладбище, есть какой-то населенный пункт. Пока что без названия. С левой стороны есть вот такие холмы. Да, это небольшой аула с правой стороны. О, появился придорожный сервис вот этого аула, который выглядит более-менее работающим от Булашак. Дэмхана Дана вроде был еще. Здесь вот тоже машина припаркованная. АЗС не вижу. Вот тоже кафе есть. Ля-ля. Диас кафе. А здесь вот у гор даже есть СТО. Моралд называется. Кажется, это кафе и гостиница. Или Асхана, да. Асхана точно. А вот даже дорога есть туда. Прикольно. Так в отдалении от дороги находится. И кажется, еще есть пункт МЧС. Вышка связи. Интересно, что нигде не было названия аула, который мы только что проехали. Здесь ловят интернет, мобильный интернет. Работает 4G Теледва. Актив ловят. Вот. Написано на картах Аршала. И здесь вот после Аршала есть объезд. Работает поливалка. Объезд вроде неплохой. Едем. от Аягост до Калбатау навигатор показал 190 километров или 2 часа пути. О, еще одна поливалка работает. Пока приходится ехать очень медленно из-за из-за больших грузов. Вот, что-то у него идти задевают аж землю. Выпали. Так, вроде объезд заканчивается. Проехали буквально 3 километра. Может, даже чуть меньше. Кажется, выезжаем на асфальт. Тоже здесь вот техника стоит. О, какое-то озеро есть с левой стороны. Большое. Красивое. На картах озеро отмечено как озеро Каракуль. Да, красивое. Ага. В окружении небольших таких гор. Выглядит симпатично. Да, только как Каракуль. Впереди вижу еще одно озеро с левой стороны. Здесь уже на картах ничего не отмечено. Видать, озеро без названия. Или, может быть, просто не обозначили на картах. А так, определенно должно быть название. Если нет названия, то обычно нумерация. тянутся вот такие столбы лэб. Прикольно. Пропустили дорогу под столбами лэб. Так, только что поднимались, перешли в какой-то перевал небольшой. Название ничего такого не видел. и сейчас идем на спуск. Довольно продолжительный спуск. А так, в целом, вроде комфортный был подъем и в целом комфортный спуск. Вот, с правой стороны надпись ЖАРМА. Не знаю, это либо какой-то населенный пункт или что. так, соединение с каким-то асфальтом. Опа. На картах есть обозначение упраздненное село Первомайское. Где-то здесь, видимо, раньше здесь какой-то аул был. Можно по пути увидеть вот такие небольшие памятники. Это, кажется, Архар. Едем вдоль вот таких невысоких гор. Есть небольшой боковой ветер. С правой стороны находится железная дорога. Также тянутся столбы ЛЭП. есть вот такие знаки ограничения 70-10 километров. Странно, дорога вроде новая. Зачем такое ограничение? Частенько можно вдоль дороги увидеть тюки сена. Там вдали с правой стороны идет грузовой вроде как поезд. что-то на данном отрезке дороги все подозрительно соблюдают скоростной режим. Но вроде никто не моргает. Все еще едем 70. Так, здесь вот идут какие-то работы. так впереди вообще 50. Тоже идут какие-то работы вдоль дороги. Да, вот один километр. Очередной объезд. Дорога направо уходит. Или мы на старую дорогу переходим, кажется. старая дорога. Оп-оп-оп-оп. Какой ужасный асфальт. Так, новая дорога уходит левее. Видимо очередной может быть какой-нибудь населенный пункт будет впереди. Пока что ничего не ясно. Вообще по данной трассе очень печальная ситуация со знаками. То есть куда сколько ехать, где мы вообще находимся. Некоторых населенных пунктов вообще даже названия нет. Новая дорога вот с левой стороны идет. Прям очень близко. А мы прямо вот вблизи едем железной дороги. Так, здесь видимо мост какой-то есть. Да, мост. вон там вот кажется асфальт укладывают. Техника работает. Надеюсь сейчас будет опять соединение с новой дорогой. Нет, пока что объезд. Еще один объезд, но уже кажется не асфальтированный. Да. Объезд объезда. Вроде бы снова оказались на старом асфальте. Ну что же, вроде как выезжаем обратно на новую дорогу. Это кажется был один из таких самых длинных объездов. Примерно 5 километров. С правой стороны идет оказывается пассажирский состав. Все, объезд заканчивается, выезжаем на дорогу. С левой стороны вот такой дем хана есть заброшенный. Вот такое вот есть разрушенное здание. Кажется, есть надпись Дина. здесь по всей видимости находится какая-то железнодорожная станция. Стоит еще и грузовой состав. Впереди вижу крупное строение, по всей видимости какой-то мавзолей что ли, или мечеть. О, еще один объезд. да, слушайте, прям под подряд по объезду. Не асфальтированный. Или может мы все же выйдем на старую асфальтированную дорогу. Да, выехали на старый асфальт. да, слушайте, большой объект строится, или он давно уже построен. И вправду кажется это чей-то мавзолей. Сдалека я думал спера что-то мечеть. И здесь вблизи прямо очень много камней. дорога довольно каменистая. Техника работает. Здесь вот каток ездит. А это интересно чей мавзолей такой. Пока что никаких знаков нет. Надписей тоже не вижу. Да, вокруг кладбище. мощно построили. Давненько я не видел таких грандиозных строений однако. Там вот увидел какая-то есть надпись сейчас хочу подойти посмотреть. Просто стало очень интересно. видимо строительство еще идет кстати говоря не закончено. Боранбай би халкаман олы. Хазақ халқының жонғар басқырыншылығына қарсы соғысына кацкан батыр белгілі би. да слушайте обалдеть да еще идет строительство там вот стен еще нет ну сооружение конечно мощное грандиозное продолжим наш путь смотрю этот объезд тоже довольно длинный пока что не вижу где будет соединяться с основной дорогой так вроде здесь объезд заканчивается можно уйти налево обратно дорогу этот объезд у нас длился так почти 4 километра стараюсь каждый объезд зафиксировать по одометру видать выехали опять на новый асфальт другая часть до сих пор черная на новом асфальте есть надписи такие цифровые обозначения 255 256 а 257 сразу 258 не знаю что это значит запрет обгона опять ограничение 70 на 10 километров с правой стороны есть какой-то водоем также едем до сих пор вдоль железной дороги стоит грузовой состав есть такой довольно интересный момент обратил на это внимание что по данной трассе очень часто ездят во-первых более такие новые машины так скажем ну где-то может быть не знаю 2016 2017 годов и моложе то есть очень мало старых машин вот и в основном катается именно марки это Toyota и потом очень много видел Hyundai такие вот дела не знаю насколько и кому будет интересна такая информация но вот поделился своими наблюдениями по поводу электромобилей я их очень давно не видел если честно ну кроме вот этих пару штук этих видел которые вот эти лисян кажется которые гибридные их я видел ну буквально не знаю может быть штук 5-6 где-то точно есть а так в основном все либо бензиновые либо дизельные в этой части прям очень-таки нехорошие стыки между асфальтами разные уровни асфальта тоже вот есть участки дороги ведутся какие-то строительные работы здесь вот видать обочину разравнивают впереди вроде как есть какой-то населенный пункт очередной знак на 70 10 километров 50 есть дорожные неровности видать будет стык с новым и старым асфальтом опа так и есть вот очередной Hyundai кстати говоря может быть еще будет интересно по поводу китайских автомобилей чаще всего на этой дороге я видел это Cherry потом видел Haval или Heaval не знаю как читается точно и еще видел как это называется Чанань или еще как называют Чанган вот эти наверное основные такие три модели в плане три бренда которые чаще всего видел именно шильдики но на фоне остальных производителей под данной трассе очень мало китайских автомобилей проезжаем видим очередную железнодорожную станцию потому что без названия населенного пункта было до очередное ограничение на 70 да уж при монтаже буду жалеть что наснимал так много так как придется долго сидеть за монтажом но надеюсь данное видео будет интересно и как бы пригодится кому-то в реальной жизни или просто будет интересно посмотреть что да как какие-то роги в каастане что творится вообще кстати говоря может быть я ранее об этом не говорил но на дороге частенько встречаются трупы животных в основном маленькие и чаще всего это птицы то есть сбитые птицы также встречал какие-то вроде как диких животных тоже потому что местности найти видите какие то есть почти нет аулов то есть собак кошек особо не бывает видимо очередная железнодорожная станция разъезд какой-нибудь буквально несколько домов держит домашний скот без названия ограничение 70 по всей видимости нас ждет еще один объезд если честно я уже сбился со счета какой-то объезд на данной трассе наверно при монтаже можно будет это посчитать так кажется выезжаем на старую асфальтированную дорогу да так и есть новая уходит куда-то левее дорога не ровная вы ехали за гору вижу какое-то большое строение может быть уже доехали так был поворот на кафе гостиница азэс вот здесь вот с левой стороны находится но не знаю даже если там бензин в целом до калбата нам хватает будем ехать дальше дорога реально отвратительная прям очень волнистая неровная вроде объезд заканчивается такой небольшой объезд где-то километра два кажись возвращаемся на дорогу или нет они сушки мы с объезда на объезд вы ехали дорога ушла правее так я думаю это и есть уже колбатал за камазом не надо поедем дальше прямо здесь уже объезд чуть получше да по всей видимости до калбатау вижу такое большое строение вон там с левой стороны же многоквартирные дома ветряные электростанции сейчас будем искать азэс так получается доехали за 2 часа и 10 минут или что это не колбатау а чё написано а нет это же Анвастубе обалдеть мы еще не доехали доехали же до Жанвастубе за 2 часа и 10 минут тоже слушайте большой населенный пункт с левой стороны прям огромное количество многоквартирных домов но кажется они заброшены видимо какой-то раньше поселок был большой вот направление на Вескемен семей направо да слушайте кажется они заброшены не вижу этот окон обалдеть какой-то крупный объект был на картах нашел такие вот отметки что здесь оказывается поблизи есть исправительная колония ОВ 156-21 и также вот это вот заброшенное здание где мы видели это кажется воинская часть 21-383 вот территория военно строительных отрядов а тут еще по всей видимости есть еще какой-то существующий военный объект озеро карао есть а так Жанвастубе тоже большие сушки в интернете пишут что рядом с этим населенным пунктом раньше располагалась наземная 57 ракетная дивизия РВСН СССР расформирована до Колбатау еще ехать пролично здесь в целом работает 4G интернет показывает теледва актив небольшая речка люди купаются по всей видимости данный объезд уже на стубе будет одним из самых длинных все еще едем ну вроде уже заканчивается примерно объезд около 7 километров снова выехали на новый асфальт так оказывается нам осталось ехать буквально 25 километров к сожалению на дороге нет никаких указателей только по навигатору так какая-то надпись что написано Акжау видимо направление на аула Акжау в этих краях стало однозначно больше зелени деревья высокие пошли пока что строение а вот какое-то строение есть это при дорожке вроде как кафе кажется гостиница конок и обойдем у нас лобовое опять надо будет чистить мыть очень много насекомых заехали населенный пункт но это не колботал на картах отмечен как жана узин интересно АЗС заброшен кафе у дяди Бори гостиница на везде в аул не было никаких знаков очередной объезд дорога дальше ремонтируется ого какая большая речка да воды много прям Смотрите какая она большая широкая еще снова возвращаемся на основную часть объезд где-то около двух километров дальше дорога неплохая асфальт новый кажется уже куда-то подъезжаем здесь вот сооружение старое такое трех или четырех этажное заброшенное либо офис либо квартирный дом был аж зарос вокруг все здесь с левой стороны вижу еще многоэтажки тоже заброшенное походу колботал тоже населенный пункт с секретом видите много причем заброшек раз два три три больших многоэтажных дома видать тоже что-то было здесь в свое время так здесь вот что-то строится мастер мастер жарма королос газ продают кажется направление на семей и виски мин так нам в первую очередь нужно найти заправку вот колбота у начала о и сразу гелиус отлично бензином заправлять интересно сейчас заедем узнаем есть ли вообще бензин вдруг тут тоже нету вроде машины стоят да вроде заправки работают машины стоят все отлично добрались проехали мы расстояние 189 километров показывает навигатор два часа и 40 минут от города я гусь ну что ж мы заправились ограничение на заправку нет сказали бензин есть проблем нет здесь ловит интернет все прекрасно работает принимают карты и так далее есть вот еще одна заправка тоже тоже все работает ну плане все горит там потом здесь еще казакова тоже увидели развязки такая большая развязка построена здесь он тоже вот машины заправляются проблем не вижу очередей нет все цивильненько тихо спокойно а на маузе на ханама ривер так сам по себе колбатал большой населенный пункт здесь проживает кажется около 15 тысяч человек можно сказать что даже как поселок так сейчас вот решили заехать сюда на казакойл заправиться и продолжим наш путь дальше в город так здесь на зэс здесь 95 бензин на выезде вот из кимен из кимен горы 114 километров видите осталось недалеко алматы 966 далеко до алматы много мы проехали однако вот так же узнал на казакойлу что у них оказывается утром не было 92 закончился есть проблемы с поставками говорят это из-за того что лето наплыв людей туристов и типа много бензина уходит такие вот дела а так сейчас есть бензин 92 95 вокруг колбатал получается будет наверное дорога проходить вот так сейчас едем в объезд вот полицейские катаются дома вот такие тоже 1 однотипные есть видать тоже по госпрограмме посмотрим за сколько мы доберемся конечно отсюда до колбатау 114 километров но предположительно должно быть два часа если дороги нормальные если хорошие то может быть даже полтора часа если плохие то часа три так же вот направление зайсан вискемен здесь тоже какой то еще один мост или что это развязка какая то да вот колбатау выезжаем конец знака населенного пункта несмотря на то что в начале такого знака не было то есть в начале было конечно где на гелю заезжали а со стороны казакойл не было ну все выехали здесь уже вот вискемен 110 километров а на мост надо заезжать видать а зайсан 345 так все вискемен вискемногорск вот поворачиваем здесь новая большая развязка построена так кажется мы опять вокруг едем колбатау с левой стороны опять дома вроде только что вы ехали называется кажется опять едем на вокруг населенного пункта прикольно конечно устроили капец блин на грузовике песок просто валится вместе с камнем опасный человек ничего не закрыто как говорится сверху все высыпается так вот опять сядь сапар и вот пока что асфальтирована вот такая нормальная дорога надеюсь и дальше так будет и надеюсь будет еще лучше здесь вот видно что обочину делают трамбуют видать вот видите сколько всего насыпали будут поднимать уровень ограничения идут 70, 50, 30 неровности на дороге видать будут стыки старый новый асфальт да так и есть если верить тому информационному таблу то от Искемена до Алматы или от Алматы до Искемена тысячу восемьдесят километров вот такая вокруг природа вдали горы справа поля слева просто холмы дорога пока что нравится есть неровности но в целом очень неплохо бесплатные в этой части пока что без объездов в этой части пока что без объездов неровная дорога стык между асфальтами довольно комфортный не такой уж прям серьезный чтобы делать ограничения новый асфальт ограничения 70 на 10 километров ну такое мы уже ранее видели вон там вдали на холме есть вышка связи там еще какая надпись кажется есть если так подумать то и вправду есть все шансы в этом году закончить данную дорогу очень даже неплохо конечно вот эти неровности есть местами дорога там испортилась есть ямки по пути были но наверное надеюсь это все как бы учтут и заделают мы идем на спуск спуск небольшой вроде но ага да да дорога там да ограничение 70 а к их х пойта ставок это кажется два разных места два раза названия один из них крестьянского леса другой видать ау так и тут сразу почти видать объезд будет схема объезда Да, уходим на объезд направо. Здесь вот мост, видать, какая-то речка есть. Да, на другой стороне видно, что уже положили свежий асфальт. Объезд довольно комфортный. Можно ехать 40 км в час. Техника работает, что-то там идет. Едем дальше. Здесь вот дорога под испортилась. Видимо, большие грузы продавили. А, ну все, в целом уже заканчивается объезд. Здесь тоже немножко, короче говоря, где-то объезд меньше двух километров, может быть один. И вот такой у нас свежий черный асфальт. Видите, он. Встречная полоса вся черная. Заметил, что здесь уже в этой части транспорт стал намного меньше. Так, очередные знаки ограничения. Неровности. Видать, опять стык будет. Да, стык. Впереди появились вот такие симпатичные горы. С остроконечными пиками. С левой стороны вон там коровы пасутся. Прям такие зеленые луга. Ужас какой, смотрите, машина перевернулась. Кажется, бензовоз. Да, обалдеть. Ого, что, тут еще одна, что ли? А, нет, вроде. А, какая-то работа идет. Что-то там они делают. Нет, с этой машиной все нормально. Снова открылись. Видны эти горы интересные, красивые. Вот все, думаю, будет ли где-нибудь сейчас понятно, что мы выезжаем из области Абай и заезжаем в Восточно-Казахстанскую область. Успели ли они сделать какие-то, не знаю, на въезде рамки, плакаты или надписи какие-то интересные. Все жду. Еду и жду. Непонятно просто, где начнется граница. Так, здесь вот направление на Ауезов. 36 километров. Когда-нибудь я и туда доберусь. Впереди вижу очередные знаки ограничения скорости. Дорогу завалили. Написано «Объезды». I'm able to help the danger. И пошли на объезд. Вот здесь вот фуры катаются. Водой никто не поливает. Так, здесь объезд довольно-таки неплохой, но местами есть глубокие ямы. Но благо объезд короткий. Где-то примерно километр. Вот, на выезде здесь есть какое-то озеро или пруд. А, это озеро, слушайте, большое техника стоит. Здесь, видимо, база. Вот такое вот озеро. Да, реально. Вокруг камыши. Наверное, есть рыба. Так, стык с новой дорогой. Коровы гуляют. Какая интересная расцветка у коровы. Ого, озеро, слушайте, еще в этой стороне есть. Оно еще больше, чем казалось. Здесь, да, едем дальше. Впереди идут какие-то работы. Кажется, делают обочину. Так, впереди вот эти горы остроконечные. Все ближе и ближе. Справа тоже какие-то интересные холмы. С каменными насыпями наверху. А здесь, с правой стороны, не знаю что, но будто бы подготовили дорогу для расширения. Но, если честно, непонятно. Будут, не будут. О, здесь что, трактор, походу, закопал, что ли? Или на бок упал? Так, идем вверх. На подъем. Здесь, видать, на подъем будет расширение дороги. Довольно, знаете, такая широкая часть дороги. Тоже асфальтировано видно. Сартанбет, 5 километров. Видимо, какой-то ауло. Вокруг вот такие вот интересные горы. Подъем довольно такой продолжительный. Все еще едем вверх. Наверное, фурам будет непросто. Особенно зимой. Техника работает вовсю. Здесь вот гору подстригают или что делают. Короче говоря, ее трамбуют. Или наоборот срезают. Вот такая вышка появилась. С левой стороны очень красивый город. Не знаю, как называется, но выглядит очень красиво, живописно. Как будто какой-то динозавр спит. У нас горы очень такие интересные. Горы прям мощные такие камни. Красота, конечно. Так, Тукль. Направление на Тукль, 25 километров. Здесь тоже идут какие-то строительные работы. Копают что-то. Обочину выравнивают, видать, что-то. На улице 32 градуса. Работа кипит. Как и улица кипит. Вот еще какое-то место тоже. Территорию с правой стороны выравнивают. Слишком уж места много выравнивают. Не знаю, это намек на какую-то новую дорогу или нет. Поживем, увидим. С правой стороны появились поля. Что-то там посажают. Точнее, что-то выращивают. Вот видите еще раз с правой стороны? Сколько там вон до деревьев земли. И они все его что-то перетоптали, перекопали. Непонятно. Катаются вот такие вот полицейские машины. На крыше есть что-то вроде камера или радар. Да, стыки на мосту могли бы идти лучше. Так, густемент 26 километров. Здорово. Осталось совсем чуть-чуть. С левой стороны проезжайки предприятия. Похожа издалека на птицефабрики. Видно, что действуют. Они новые. Не выглядишь, что заброшены. Айртау. Канайка. Походу, мы все ближе и ближе к Куське Мену, так как, кажется, я наблюдаю смог. Просто впереди серые такие прям облака. Серый дым. Чеки сена. Здесь вот с правой стороны собрали очень много земли. С левой стороны тоже землю разровняли. Видите, вот он на К-700 ездит и разравнивает дорогу. Точнее, вот чуть дальше от дороги разравнивает землю. Видите, сколько здесь места, точнее, очень большое пространство. Здесь можно не то, что дополнительные две полосы сделать дороги, а, кажется, сделать, пустить по четыре полосы движения в каждом направлении. Очень много земли. Ого, что, новый К-700. Прям такой весь. Будто бы только что из салона выгнали. Так, снова ограничение скорости. 40. Видимо, еще и мост есть какой-то. Но по факту я сейчас никаких работ не вижу, если честно. Появилось дорожное освещение. Неужели мы добрались? Или что это какой-то пост, что ли, непонятно. Вот такие вот арки. Да, говорили, что в будущем данная дорога тоже станет платной. По всей видимости, это вот арки платной дороги будут. Это похоже на пост полиции, старый пост. Может, не так, может, или так. Вот. Есть направление на Алмасай. Едем дальше. Снова ограничение 70. Обгон запрещен. Но по сути это все временные знаки. Здесь никто не ведет никакие работы. Уже вижу какую-то дымящую трубу. Потихоньку-потихоньку приближаемся к городу Искимен. Вдали вижу вышку связи. Вижу небольшие горы. И наблюдаю серую дымку. Ну что ж, кажется, мы и добрались. Уже вижу высокотажные дома. Какое-то предприятие, которое дымит там. Вот на возвышении еще вижу дома. Многоэтажные. Но пока что знака о том, что мы заезжаем в город Искимен, не было. Не знаю даже, это я в Искимен или нет. Какая-то надпись на зданиях есть. Вон там Индустрой. Может быть, это даже не Искимен, кстати говоря. Косфабрика со направлений есть. Неужели это как птицефабрика дымит? Даже не знаю. Так, это не Искимен, значит. Ну, близко к Искимену. Едем дальше. Так, появились вот такие многоэтажные дома. Новые дома. Пятиэтажки. Синие, зеленые там крыши. Вот такие здания. Дорога разделилась, расширилась. До сих пор не пойму, заехали мы или нет. Вдали, с правой стороны, вижу еще дома. Кафешки пошли. Кажется, это какой-то поселок вблизи города Усть-Каменогорск. Вот тут что-то написано, сейчас посмотрим. Да, Касам, Кайсенов, Кенте. Поселок Касамо-Кайсеново. О, слушайте, огромный поселок. Прямо, реально много пятиэтажек там и так далее. Не знал. Надо будет как-нибудь сюда тоже приехать, посмотреть. Так, едем дальше тогда. Первый АЗС после Колбатау. Появился Синоил. Вижу, люди заправляются. Значит, есть бензин. 95-й, 250 тенге. Железнодорожный мост. Ну что ж, кажется, я уже вижу надпись Усть-Камен, если это мне не кажется. С левой стороны вышка связи. Так, холмы, холмы. Все ближе и ближе. Все верно. Усть-Камен на синем фоне, Усть-Каменогорск на синем фоне. Вот, можно сказать, что заехали в пригород, не в самом городе. Вот такая надпись Усть-Камен. Что интересно, по пути так и не увидели, где же граница между Абайской областью и Восточно-Казахстанской областью. Нет никаких обозначений. Получается так, что из Холбатау до Усть-Кемена мы добрались за полтора часа. Довольно дорога неплохая. Почти уже все заканчивает. Ну, а если говорить про финальный путь из города Алматы до Усть-Каменогорска, до Усть-Кемена, мы проехали примерно 1080 километров. И этот промежуток и этот маршрут преодолели за 15,5 часов в общем, получается. Вот, ну, мы, конечно, ехали не торопясь, аккуратно, спокойно. И в целом вообще, как бы, останавливались и съезжали и так далее. Вот, а именно вот чисто конкретно дорога, которая вот была, ну, все, что вы на видео в этом увидели, да, вот эта вся дорога, она заняла 15,5 часов. Такие вот дела. Навигатор говорит, что данную дорогу можно проехать за 13,5 часов. Вот, у нас ушло на 2 часа чуть больше. Надеюсь, данное видео будет полезным, интересным. Как говорится, путешествуйте. Автопутешествие всегда интересно, несмотря на сложности. Как видите, в летний период здесь бывают сложности с бензином. Вот, ну и не всегда легко путешествовать с детьми. Рахмет Сауболгинздар! Спасибо и до скорой встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...